всем привет на канале ул дачман сегодня мы с вами вот так вот рассмотрим ситуацию которая произошла в амстердаме несколько дней назад меня многие зрители канала просили рассказать об этом более подробно высказать свое мнение объяснить почему полиция так долго не вмешивалась и почему позволили вот этим джихадистам арабам избивать еврейских болельщиков израильских болельщиков я прежде чем записывать это видео я посмотрел целую огромную уйму документации видеодокументации по этому случаю и со своей стороны сейчас вот я хотел бы высказать именно свое мнение которое может идти в разрез с мнением или убеждением других людей которые видели это своими глазами или наблюдали это через экраны телефонов компьютеров телевизоров выпусках новостей и есть некоторые моменты которые действительно просто напросто наталкивают на мысль о том что как с одной стороны так и с другой стороны это было провокацией есть видео причем его показывают многие новостные порталы новостные телеканалы на этом видео толпа футбольных фанатов израильской команды спускается на станцию метро или в подземный переход я не знаю спускаются по лестнице скандал подземный переход на всех ну на многих из них повешен вот эти вот шарфики с символикой вот или вот в команды футбольные и они выкрикивают буквально следующее дайте нам волю мы уничтожим весь мир мы от всех арабов люди которые действительно интеллигентные и культурные или допустим футбольные и спортивные болельщики никогда себе не позволят такой вот провокационной фразы провокационного высказывания в адрес своих соперников или в адрес фанатов команды соперников что же делают другие раз вы нас провоцируете давайте мы тоже вас будем провоцировать и начинает вывешивать по науськиванию своих наводчиков палестинские флаги начинается массовая драка начинается избиение естественно тут полиция вмешивается в это дело уже после всего того что произошло разгоняя скажем так остатки вот этой толпы фанатов что с одной что с другой стороны естественно премьер-министр голландии шокирован тем что произошло он сказал что они найдут виновников и будут их наказывать пример министр нетаньяху тут же прислал два военных самолета которые вывезли всех фанатов футбольных обратно на территорию израиля показывали их в аэропорту бен-гурион как они с каким они счастьем с какой с какой они благодарностью в глазах говорят о том что спасли от таких варваров которые на них напали еще раз обращаюсь абсолютно ко всем к той стороне которая напала и к той стороне которая спровоцировала вам в пример обоим вот пожалуйста в германии очень много устраивается на выходных демонстраций за палестину эти пропалестинские демонстрации мы очень часто разговариваем у нас на канале по этой теме но немецкие евреи почему-то не набрасываются на эти демонстрации с кулаками с криками мы сейчас всех арабов уничтожим и так далее не вырывают у них флаги не рвут эти флаги они прекрасно понимают что это дело уголовно наказуемое даже если идет такая демонстрация они предоставляют возможность полиции заниматься своим делом что же произошло в амстердаме после того когда толпа вот этих оголтелых будем называть их хулиганов хулиганами потому что в англии таких фанатов просто называют футбольными хулиганами они идут они дебоширят они разбивают стекла в витринах они переворачивают столики в кафе они избивают простых прохожих если вдруг их команда футбольная проиграла не дай бог проиграла если выиграл они делают то же самое но прохожих не избивая вот то же самое произошло и здесь в амстердаме толпа фанатов поклонников израильской команды шла и выкрикивала провокационные лозунги толпа пропалестинских фанатов сцепилась с этой толпой и началась свара началась драка начались избиение как одной так и другой стороны многие начали уже сочинять слухи о том что многих израильских болельщиков побросали в ледяную воду этих каналов и их так спасти не смогли никто никого в воду не бросал никто никого не угонял в заложники это все вранье это все чушь и это фейк ни одного заложника со стороны израильтян не было ни одного человека упавшего в канал с ледяной водой со стороны израильтян не было так же как и с противоборствующей стороны я хочу чтобы вы знали что у нас на канале нет такого определенного мнения что вот если израиль значит они абсолютно все делают хорошо абсолютно все делают правильно есть моменты которые нужно освещать на которые нужно обращать внимание и делать соответствующие выводы и то что произошло в амстердаме не произошло просто так на пустом месте если бы фанаты израильской команды не выкрикивали провокационные лозунги что они отымеют всех арабов в мире и если им дадут волю то они уничтожат весь арабский мир если бы они этого не выкрикивали а шли спокойно не произошло бы того что произошло на самом деле если бы они были действительно правильными людьми адекватными зная что они находятся в чужой стране а в чужой монастырь со своим уставом не ходят вели бы себя соответствующие и не поддавались на провокации со стороны своих соперников то и средством массовой информации не было бы о чем рассказывать или показывать у себя на телеканалах потому что если мы беремся осуждать допустим хамас хизбалу вот этих арабов палестинцев которые живут здесь десятилетиями и все грозятся уничтожить израиль или еще что-нибудь мы понимаем почему они это говорят они хотят искоренить своего кровного врага но когда израиль дерется за освобождение своих заложников когда израиль борется за территориальные притязания когда израиль пытается усмирить террористической группировки нападающие на него с разных сторон с севера и с юга плюс еще из ирана то этот момент когда израильские фанаты идут по улицам чужой страны по улицам чужого города выкрикивают провокационные лозунги что они готовы уничтожить всех и всех арабов от иметь и так далее так далее это называется открытой провокацией и вот это вот видео король который вы можете посмотреть через интернет даже через youtube на новостных телеканалах я не выкладываю здесь ничего потому что все-таки даже за такой показ видео меня могут просто напросто заблокировать сами ютуберы я не буду этого выкладывать вы можете сами это посмотреть как вели себя фанаты израильской команды и как вели себя их противники в амстердаме можете сами посмотреть и сравнить а потом сделать выводы кто был прав а кто был неправ кто изначально должен был вести себя более менее адекватно и культурно если бы они не провоцировали своих соперников если бы они не про не поддавались на провокации со стороны фанатов противоборствующей команды то ничего бы этого не произошло это все что я хотел сегодня вам сказать не забудьте также подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить свой лайк свой адекватный комментарий высказать свое мнение не имеющие ни отношения красовой дискриминации или красовой ненависти или еще к чему-нибудь нажать на колокольчик чтобы быть всегда в курсе событий у нас на канале прежде чем включать видео сделайте громкость на всю катушку это я говорю именно для тех людей которые иногда появляются у меня на канале говорят что ну ничего не слышно они слышно потому что новые модели телевизоров они если вы смотрите через телевизор youtube они автоматически делают громкость приемлемой для среднего уха то есть для среднестатистического уха поэтому нужно идти в пользовательские настройки и выставлять стандартные настройки звука чтобы не писать никому что вот вам ничего не слышно из пяти тысяч человек просмотревших один видео выпуск появляется только один который говорит что ему ничего не слышно вас это ни на что не на не наводит ни на какую мысль значит у этого человека проблемы со слухом именно у него они проблемы с воспроизведением звука в видео выпуске вот и все и как всегда по традиции не болейте всем удачи пока